Привет всем моим подписчикам и друзьям! Сегодня мы решили отправиться на горнолыжный курорт Пампарова. Мы будем ехать 5 часов. Маршрут я построю в гугл-картах. Засветло мы не доберемся, поэтому мы решили заночевать в Пловдиве. Сегодня у нас четверг, 13 января. Хорошо не пятница. К счастью, погода наладилась, потому что перед этим, когда началась фактически зима в Болгарии, это всегда стихийное бедствие, начало зимы. Поэтому пол Болгарии затопило водой, половина засыпала снегом, ураганы, ветры. В общем, началось что-то невообразимое. В новостях просто какие-то страхи. А мы уже заранее определили туда и забронировали отель в Пампарова. Конечно, мы могли бы и не поехать, но погода хорошая. И поэтому мы решили все-таки отправиться в свое путешествие. Не откладывать. И вы посмотрите, что из этого выйдет. Приключение гарантировано. Водитель детей, он очень переживает, поменял колеса на зимние, для того, чтобы проехать по горам. Мы готовились к этому путешествию. Ну, а сейчас мы покидаем Варн, как обычно, по хорошей дороге, по магистрали, которую нам построили недавно на деньги Евросоюза в Варне. Очень красивая магистраль. По ней очень приятно ездить. Так что включись где-нибудь на трассе. Мы на трассе. Объехали от парки 50 километров. Температура воздуха за бортом 3 градуса тепла. Пошел дождь. Время 12.31. Настроение бодрое. К сожалению, погода начинает портиться. На дороге показались нижние вершины. Продолжение следует. Сейчас мы поворачиваем на Рижский проход. Сейчас мы тут развернемся по стрелке Бургас. Мы едем в Рижский проход. Время 13.22. Температура воздуха 3 градуса плюс. Стабильность. Да. Посмотрим, как там будет дальше. Дорога сухая и чистая. Но в меру загруженная, так сказать. Посмотрим, как мы преодолеем этот самый трудный участок пути. Так, Рижский проход отворен. Вот мы едем на Карнабад. Карнабад. Так, у нас начинается дождь. Мы уже в Рижском проходе. Красивые панорамы, горные виды. Но начинается дождь. Ну, здесь все в тумане. Сегодня такой серый денек. А, мы уже веселим. Ну, понятно. Отлично едем. Вот такие типично болгарские крыши. Из натуральной черепицы. Вот, Рижский проход опять отворен. Опять эта табличка наша. Так, все хорошо. Как будто мы еще не доехали до прохода, да? Вот все время он пишет отворено. И таблички идут по всей дороге. Вот такие строения. Такие мазанки с черепичными крышами. Старин. Типично болгарское село. Ну, по-моему, даже не самое бедное. Да. Похоже, тут какая-то авария небольшая. У нас на дороге. Так, кто-то тут конкретно заехал. А он будет его вытаскивать, да? Наверное. А сможет, такой тяжелый. Так, объезжаем грузовиков. Они тут сломались и друг друга тянут. Ой, какая красивенькая горка. А, какое строение. Да, строение. Какое все стало черно-белое. И пошел снег. Ой, ребята, полтора градуса Цельсия. Все, начинаются петли Нестерова. Сейчас будем тут уходить в пике. Интересно. Так у нас снежно в проходе. Вот сейчас можно даже сделать небольшой огурчик. Да, что мы пытаемся сделать. Даже очень успешно. Теперь у нас на горизонте не будет этой машины. Правда, будут другие. Вот область Бургаса почему-то. Так далеко Бургаса. Но это область Бургаса. Ну и как снежно. Картинка становится совсем черно-белая. Один вьюн только на деревьях зеленый. Ну и сосны немножко ездят. Вот так мы тут выписываем поворот под 180 градусов. Прямо эту дорогу видно. Ее как бы поворачиваем, а она вон там уже. Ну да, а когда летом едешь, то все закрыто. А летом ничего не видно. Да, как тут эти дороги серпантинами. Увитое. Да, красиво. Пожалуй, это самый красивый участок. Много зелени, много поворотов. Много гор. Ну, правда, снега не так много. Но это может и хорошо. Зачем нам тут снег? Нам тут снег. Или ты уже тут на лыжах будешь? Может, тут покатаешься и поедем? Ну да. Сфотографируем тебя. А наша дорожка, она уже видна там. Просто эта петля, она так хорошо видна здесь. Ой, тут просто невозможно. Просто она разворачивается на все 360 градусов. Деревья тут есть поваленные. Да, много там поваленных деревьев. Да, надо вот эту петлю, может быть, фоткать. Смотри, как здорово. Просто она выглядит просто как петля Нестера. Сейчас вот еще развернемся в ту сторону горы. Вот здесь вот, да, немножко по-сторону. Горый, горы, горы. Тут теряется горы. Видимо, спутник потерял. А, вот наша вода, кстати, да? Нет? Да, 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 давай за водой. Вот здесь идет вода. Мы сейчас возьмем водички и поедем дальше. Да, фурщики здесь. Ну, здесь просто удобнее. Ну, немножко, может, тут тоже почистили. Потому что там-то почищена вот этот источник. Вот, да, круглый. Видимо, тут все как-то в комплексе. И фурщики как-то бросают. И эти не убирают. Но здесь, вот смотри, даже на мой взгляд потеплело. Сейчас 2 градуса, и здесь уже нет снега. То есть, в общем, мы едем на юг. В общем, мы спустились, и я... Вот там, где мы петляли, видимо, это перевал. А сейчас мы спустились на южную сторону этих старых, старой планины. Такова особенность проезда по дорогам. Камера видит не все, что видим мы, поэтому... А вы видите только то, что видит камера. Поэтому так получается. Довольно углубленные. Здесь много сосен, поэтому он не такой черно-белый, как все предыдущие. Но вообще южная сторона... А тут еще листва? Ну, да, желтая. Бурая. Бурая, да. То есть, это южная сторона Планинских гор, конечно. А здесь так уже красиво. Вот и прилеп. А, да, можно здесь поставить адресанты. Да. Снига, в общем, нет. И зимняя резина, в общем, ни к чему. Так что все хорошо. Температура 3,5 градуса. Дорога чистая, сухая. Дождя тоже нет. Вообще, отлично. Коровки пасутся. Ко. Да, на лыжке пасутся ко. Коровки. Красивый вид. Красиво, гледка. И мы едем. Проехали на Зарево, едем на Сангуларе. Что-то грузинское там. Да. Мы едем в Грузию. Мы едем, да, похоже, в Грузию. На Сангуларе. Красивое название, мне нравится. Что мы проехали? А мы проехали на Зарево. Лазаре и Сангуларе, да. Похоже, Джорджия. Да, Джорджия. А где же Сангуларе? Сангуларе мы еще не доехали. Это Черница. Так, но Черница похожа вся в разрухе. И Сангуларе еще 5 километров. Да, здесь есть даже здравной каштанин. Вот там была. То есть это типа как, видимо, медицинский пункт. И читалище Христо-Бутев есть. Ну, в принципе, село Жилое. Есть на окраинах, конечно, разруха. Но там в центре жизни есть. Ну, Сангуларе. Или что? Лево, значит, налево. Хотя мы с тобой ездили там. Может быть здесь ездят только грузовики? Вот, как красиво. Поверните направо. В флаг охране, наверное, вообще на Сангуларе. В поселочке, да, с грузинчиками едем. Да, опять начался дождик у нас. И температура воздуха 4 градуса. Вот поселок Чубра. Горки на горизонте. Курочки во дворах. О, я котка рыжая. Это что такое? А, я думаю, солнечная батарея. Что-то, что-то. Это просто крышу унес. Ну, конечно. Крышу унес. Солнечная батарея. Магазин себе, наверное, свет сделал. Магазин солнечной батареи? Да нет, он просто себе свет сделал. Слишком дорого нынче свет в Болгариях. Не всем по карману. А вот здесь Жилая есть, видишь? Жилая? На столбе. Ну, улетел. Ну, ушел. Добавь зелени в контент. Да, даже снег. Даже, ой, какая плохая дорога. Ребята, у нас тут. Мы куда-то приехали. Видимо, ремонт дороги требуется. Да, плохих дорог здесь довольно мало осталось. Ничем не примечательное, кроме плохой дороги. Здесь сильный ветер, обратив внимание. У нас начался дождь. 5 градусов тепла. Но дорога совершенно сухая. Такое впечатление, что дождь падает только на нас. Или он только что начался получиться. Прямо, да? Да, прямо. Круговое движение. Вот какие ветрички тут стоят. Кстати, и солнечные батареи. Вот это последний наш населенный пункт, который будет перед выездом на трассу. Хорошо оборудовал солнечными батареями каждый столбик. Не говори, какое-то прям продвинутое. Это жилой село. А у тебя стоит адрес? Да. Вот на этом. Вот зимница закончилась. Едем на трассу. На один. Въезд справа. На один. На горке очень симпатичный велосипед. Значит, Пловдив. 165 километров. Такие классные горки. Горки, горки, горки. Вот такая прекрасная дорога у нас на Пловдив. Ну, фактически на Софию. Трасса один. Мы едем попить кофейку на заправочек. Поверните налево, затем поверните направо. Летичку. Такую тучку. Летичка. Перфектно выглядят эти сеточки. Ой, сеточки большие. Сеточки очень эффектные. Десятки. Конечно, да. Вот такой закат у нас в 16.25. Так рано стало темнеть. Дорожная информация. Пошел дождь. Температура воздуха 7,5 градусов. До Пловдива 90 километров. Какой у нас закатик разыгрался в районе Старой Загоры. Вот здесь как раз поворот на Старую Загору. Вот тут такой красивенький закат на дороге. На улице 6 градусов. Еще 56 километров до цели. Разгорается. Ой, красиво. Да, я думаю, прям на закат пошли. Просто стрелой на закат. Субтитры сделал DimaTorzok Мы повернули на Пловдив с магистрали. И сейчас поедем в отель. Отель называется Альянс. Странный, конечно. Прислал нам предупреждение, что в 6 часов он закроет ресепшн. Не знаю, успеем мы или нет. Но если нам повезет и мы найдем отель, я обязательно вам расскажу об этом отеле. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в Пловдиве. Отель Альянс. Вот такой вид у нас с балкона. Шумная магистраль. Но наши окна выходят на боковую сторону. Поэтому здесь не было бы шума ночью. Вот так наш номер выглядит при солнечном освещении. Но сейчас уже 12, мы освобождаем номер. И уезжаем. Не берите отель из такой вентиляции. Она ужасно мешает спать. Это у них отопление, я так понимаю. Отопление неэффективное, а шума много. У нас номер. Очень солнечный и светлый днем. И темненький, почти без света, вечером. Вот такой у нас этажик пятый. Пожалуйста. Добрый день. Уезжаешь? Да. Все было в порядке, да? Ну, все было. Такой ресторан не работает в отеле. Вот такой у нас паркинг в отеле. Большой, подземный. Это, пожалуй, самое главное достоинство этого отеля. Вот наш отель Альянс. Сегодня очень хорошая погода. Солнышко светит. Просто очень приятно пройти. Да, вот так мы идем и гуляем. Это велосипедная дорожка рядом. Вот такая аллейка. Ровненькая, как стрела в обе стороны. Вот это Бульваросский. Гуляем по центру Пловдива. Вот такая улица Тракия. Помойки идеально чистые, кстати. Идеальные помойки. Ну, какой балкончик у людей. Какой дом. Он кажется, что он падает. А это просто такое обманзрение. Смотри, какая архитектура. И он еще продается. Да? Ну, так никто не купил. Ну, такое интересное. Все так необычно. Вот памятник. Так, вот это написано. Памятничек. Сейчас посмотрим, кому. Так, вот мы в парке. И что мы тут делаем? Мы решили немножко пройтись. Потому что уже давно не видели отличной погоды. Солнце. Хочу напомнить, что Пловдив второй по величине город Болгарии. Это красивый старинный город. И он достоин отдельного фильма. Не надо забывать, что сейчас коронавирус. И в Пловдиве действуют ограничительные меры. Все заведения, рестораны, все закрыто. Поэтому не присесть, не отдохнуть. В общем, негде. Приедем в более благоприятное время. Какое-то сооружение. Витя подозревает, что это поющий фонтан. А тут написано. Копание в езеро строго забронено. Вода. А, купание в озере. Вот, смотри, наоборот. Здесь это не бассейн, это озеро. И купание в этом озере строго забронено. Вода обработана химикатами. Какое-то сооружение. Все-таки это, наверное, поющий фонтан. Или световое шоу, что-то в этом роде. Малыми архитектурными форумами. Вон там еще какой-то. Вот такие красивые тенистые аллеи в этом парке. Но сейчас январь, поэтому... Даже сейчас много тени. А летом тут, наверное, очень хорошо. Видим детская площадочка. И довольно много детей. Есть какое-то сооружение для малышей. Какое уникальное дерево. Все старое. Какие старинные здесь деревья. Это надо столько лет сохранять. Кто и не у мира. Он не умирает. А тут написано, что... Национальный герой Болгарии. Группа девушек в национальных костюмах. Фонтанчик. Дают воды людям. Лилия Христова-Попова. С обичья от семейства-то. С любовью от семейства. Вот какие беседочки. И дальше пошла Алия. Можно отдохнуть в тенечке. Здесь есть такой габион с камнями. Здесь очень много фонтанов. Вот такой красивенький фонтанчик. Просто ренессанс. Рафаэль отдыхает. Похоже на Версаль. Или на Петергоф. Мальчик и фонтаны. Главное, что работает. Январь месяц. А он тут еще не закрыт. А там сзади еще один. О, какой красавчик. Охотник видно. Лисьен Шавалат. Ничего больше не написано. Лисьен. Скульптор Цветко. Сейчас посмотрим, кто это. Гераковский. Публицист. Полиглот. Революционер. Родоначальник. Организирующий революционное движение в Болгарии. Вот какой вид. Петлешков. Почему я такого не знала. Апостол-революционер. Участник Априловского восстания. И вот самый прекрасный вид на Алешу. Который нам удалось найти. Он не портит это место. А наоборот как-то освещает. Вот такой Алеша. Красивый, скромный, высокий. Символизирует высоту человеческого духа. Неважно какой национальности. Это брусчаточка. Можно идти, идти по брусчатке. И тут такая лесенка классная. А вот подарок от партии Единая Россия. Турчонок. Кто таков? Мы сейчас это посмотрим. По случаю 20-й годины от побратимей Невы. Это Градове, Акаяма и Пловдив. Вот так вот. Мамутара от Акаяма. Защиточка на возраст до 12 лет. Ой, какое дерево. Мы гуляем в Пловдиве. По парку. Погода отличная. Сегодня 14 декабря. Второй Новый год. Снега нет. Солнце. Ну и плюс, конечно. Я думаю, что около 10. Где-нибудь, наверное, 8. Или 6. Ну или 6. В общем, очень тепло и хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Наверняка он вам понравится. Не забудьте поставить лайки. Желательно комменты. Ну, в общем, смотрите. Пока-пока. Как я сказал. Отлично. Зачет. Волшебство. Детский Монте-Сори центр. Очень красиво. И главное, труба посредине этой девушки. Путик. Это матрос. Матрускин. Ну. Ты же смелый. У тебя ухо драное. Ну, покажись. Эй. Ну, ты красивый. Тротворчики раньше были и у нас в Варне. Но теперь у нас уже таких нету. Вот идите, граждане, как хотите. Да. Вот так мы грузим по брусчаточке. Субтитры сделал DimaTorzok